Вот села я теперь на смузи, сделала себе из лимона апельсинки и половины грейпфрута, лимона где-то одна третья, одна четвёртая, и добавила ещё сироп топинамбура. К сожалению, он у меня уже закончился, надо купить, потому что часть я отлила на работу. Смузи, знаете, это реально классный перекус. С добрым утром. Погодка у нас, конечно, отвратительная, дождливая. Я тут уже размораживаю фарш. У меня будут либо котлетки с картошечкой, либо макароны гнёзда с фаршем. Посмотрим. Решу в течение дня. И решила тут сделать яичницу на завтрак. Я пока работаю дистанционно. Сегодня мне в планах поставить две стирки. Нужно постирать постельное и нужно постирать полотенце. Ну и сварить какой-нибудь ужин или обед. Не знаю, что это будет. У меня ещё и супчик. И что-то такое вот будет на ужин. Получается так. Сегодня среда. Сегодня выйдет мой влог. Я думаю, вы его уже посмотрели. Завтра в четверг я хочу сделать прямую трансляцию с вами. И в пятницу выйдет этот влог. Получится такая, как я и обещала, неделя моих видео. И пятница будет заключительный день. Конечно, я вам скажу, неделя видео это сложно. Это реально вот как работа. Это очень сложно, потому что хочется снимать какие-то интересные, разнообразные для вас видео. Но как особо я никуда не хожу. Получаются такие в большинстве случаев домашние влоги. Так, сейчас уже буду загружать стирку. Но у меня тут получился целый контейнер. Сегодня буду в два раза стирать, поэтому надо ещё выбрать, что из этого у меня стирка. О, вроде бы постельное нашла. Вот такое вот у меня сегодня утречко получилось. Продуктивное уже. У меня сейчас уже будет технический перерыв на работе 15 минут. У нас тут в весеннем здании магазин. Хочу быстренько сбегать, купить хлеба. Закончился хлеб. А есть и рыбка на быстрый продик, есть и плавленый сыр. В общем, есть продукты, которые нужно намазывать на хлеб. Но хлеба нет, поэтому сейчас быстро сбегаю. Но так не хочется идти. Погода, конечно, вообще ужасная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова У нас что-то похолодало. Пошел дождь. В общем, такая мерзкая погода. У меня уже обеденное время. На обед у меня сегодня порчек. Сейчас буду кушать. Сходила в магазин, должна была купить хлеб. Но в магазине вообще не было хлеба, а был батон. Поэтому я люблю супы с хлебушком. Поэтому буду супчик с батоном. Если кто-то кушает, приятного вам аппетита. Готовлю ужин. У меня будут котлетки. Надо их, наверное, уже переворачивать. И будет жареная картошечка с лучком. Пока готовлю, хочу с вами поболтать. Пить захотелось водичкой с лимоном. Кстати, очень классно заходит. Пока готовлю, хотела поболтать с вами о готовке. Знаете, есть люди, которые давно готовят. Вот я даже смотрю в блоге. И там раз-раз-раз что-то сделаю. Так аппетитно. И реально ты сидишь и думаешь, господи, мне захотелось кушать. Даже не этого блюда. Просто кушать. То есть блюдо вызывает аппетит. Видно, что люди делают это с душой. Или какие-то кулинарные каналы. Я считаю, что готовка, это должно вот, ну, где-то быть внутри. Допустим, я, ну, готовлю и готовлю. Сверху, естественно, я ничего не готовлю. Мне это, знаете, не супер приносит такого удовольствия. Ну, я приготовила и приготовила. Потому что нужно кушать, я считаю. Нужно готовить и нужно кушать. Но какого-то супер кайфа я от этого не получаю. Но мне нравится смотреть за теми Люди Мил, которых реально ты даже смотришь на картинку видео. Напиши в комментариях. Вообще есть такое? Ты смотришь на картинку и такой, блин, как же это вкусно. Ну, короче, вау-эффекта у меня с едой не происходит. Так, докладываю. Вот мои котлеточки. Вроде на вид ничего сделала. Тут у меня лучок кубиками. Тут картошечка. Немножко её вприправим. Надеюсь, всё у меня получится очень-очень вкусно. Добавила уже лучок, чтобы сперва вот так, знаете, пропитался сверху. А потом всё это перемешаю. Уже хочу всё попробовать и покушать. У нас какой-то ремонт идёт у соседей. Всё гремит. Посмотрите, какой у нас красивый закат. Я даже специально прибежала на кухню. С добрым утром. У меня сегодня скромный завтрак. Это наш такой белорусский творожок. Кокос-миндаль. Очень вкусный. И два таких тоста. Сейчас 8 утра. Работа у меня начинается в 8.30. Я уже попила водички. Я стала где-то в 7 часов. Пыталась потом ещё раз соснуть, но не получилось. В общем, выпила уже воду. Стаканчик. Сняла постельная, которую вчера настирала. У меня было целых две стирки. Сейчас позавтракаю и приступаю за работу. Какие у меня планы на сегодня? В принципе, еда у меня наготовлена. Возможно, на обеде, думаю, сходить в магазин, купить молоко или кефир, хлеба, может, каких-то молочных продуктов. Ну, так, докупить что-то по мелочи. Очень хочется мне какой-нибудь творожной запеканки. Может, куплю творога и сделаю творожную запеканку. Или сырников сделаю. В общем, посмотрю. У меня обед с часу до часу 30. В принципе, тут у меня Европа небольшой, неподалёку идти минуту из 7. И за полчаса я, думаю, справлюсь. Но пока у меня такие планы. Что-то такого ещё в планах у меня больше нет. Сегодня четверг. Два рабочих дня у нас. Завтра, да, три дня выходные. Я просто с утра ещё это размышляю вместе с вами о своих планах. Погода до сих пор такая же пасмурная, как и была. Но будем надеяться, что распогодится. У меня тут уже небольшой обедик, супчик. Ходим, гуляем. Погодка отличная. Надеюсь, сейчас машина нас тут не задавит. Зашли в кофейню. Хотела купить что-то горяченькое. Но взяла какой-то биттер апельсиновый. В общем, что-то непонятное. А Костя взял латте. Какой там шоколадный. Белый шоколад, кстати, очень-очень вкусный. Я пожалела, что не взяла. Ну, в следующий раз. Смотрите, как интересно. Для гнезда собирает себе. Даже не боится. А, боится улетел. Ого, посмотрите, сколько наверху гнезд оказывается. Офигеть. 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 вышли сегодня прогуляться по более таким эти безлюдным местам сейчас уже направляемся в магазин докупить как я вам говорила какие-либо продукты чтоб на выходных уже магазин соответственно не выходить пришли уже в магазин сейчас хочу себе взять смесь вот такой вот беру знаете меня даже нравится больше чем смесь у нас на ручках рассыпная именно вот в таком пакетике фрешбокс очень-очень вкусно если видите советую но когда будет посмотрим костя уже роется попал неделю сидел дома попал магазин уже из изучать все прилавки не может остановиться смотрите какая у нас прекрасненькая погода сейчас вам буду показывать что купили это на салат молоденькая редисочка и укропчик будем делать соль купили для ванны с каким-то хвойным концентратом и последняя в магазине было к это пена для ванны не супер дорогая посмотрим нормально пенится ненормально это кости себе колу взял попить я на пробу взяла себе какие-то вафельки с лесными орешками это к чаю чудо творожок еще чудо творожок активия сметанку грибочки будем готовить кости будет готовить картошечку с грибочками это брали уже докупали продуктов на неделю орешки вот мыло хозяйственное на кухню всегда пригодится колбаса очень вкусная могу вам ее рекомендовать милана вот так она выглядит очень очень вкусная молоко взяла два творога на завтрак сделаю сырнички пятипроцентных помидорки на салат себе взяла к чаю слойку пончик какой-то тоже к чаю пусть будет йогурт и донисима йогуртов сразу брали на недельку с разными вкусами тут еще чудом далее взяла густо хлопья 4 злака нас папайя не пробовала такие попробую потом скажу может кому-то будет интересно огуречек это тоже на салатик хлебушек на бутербродики сейчас опять у меня упадет пакет кашу на стле обожаю я была на скидке всегда беру ее на скидке батон взяла себе на бутерброды так далее для фарша взяли специи заправку для борща на скидке костя будет готовить вот такую вот курочку тут набор для сочной курицы с паприкой и сам пакетик лист лавровый далее приправа паприка и кости будет готовить вот такую вот домашнюю картошечку по-деревенски соусом тартар тоже не брали ни разу на пробу орешки такие были на скидке тоже взяли на пробу я себе взяла сухофрукты очень очень вкусный магазине я вам их рекомендовала огурчики это мы будем делать салаты какие были на скидке огурцы такой фирмы которую я беру ну та фирма что на скидке то и беру была густо но я брала нежно мне вообще не понравились шоколадку такую тоже взяла к чаю на неделю взяли голень цыпленка будем готовить как я вам уже говорила и у меня тут осталось только картошечка купила салициловую кислоту скажу вам так вообще лучше средство для обжигания прыщей никакие там вот эти вот средства которые пишут там убирает прыщи что такого я лучше чем салицилка вообще не находила подсушивает прыщи быстро мне лично помогает напишите если у вас высыпают прыщи какими средствами вы пользуетесь я всегда пользуюсь салициловой кислотой и она честно говоря меня ни разу не подводила но так прикладываю подсушиваю их и либо на следующий день у меня уже в принципе все нормально либо на второй день я также подсушиваю прыщи и на второй день у меня все проходит